Уважаемые товарищи, рады вас приветствовать на очередном заседании российского комитета рабочих товарищи с решающими мандатами просим поднять красные мандаты посчитаемся 7 человек 8 8 человек с решающим значит предполагается следующая повестка дня она рассылалась заранее как бы оргкомитетом дополнений в повестку не было предложено значит знакомлю с повесткой следующий вопрос значит первая борьба за 6-часовой рабочий день второй вопрос включение требований 6-часового дня в коллективные договоры и соглашения и третье об организации коллективных действий профсоюзов вот эти три вопроса нам надо будет рассмотреть принять по ним проект резолюций ну и призываю активно участвовать в обсуждении данных вопросов особенно товарищей с решающими голосами ну для первого доклада по первому для доклада по первому вопросу приглашает товарищ золот александр владимирович здравствуйте уважаемые товарищи золотов александр владимирович доктор экономических наук профессор консультант российского комитета рабочих уважаемые товарищи вот вы знаете что повестках дня нашего семинара фонда рабочей академии федерации профсоюз по россии есть такие темы которые вот повторяются да и вопрос повестки дня повторяется не потому что мы забываем о том что делали раньше а потому что задачи которые рассматриваются в рамках такой повестки оказывается очень масштабными и их движение к их решению достаточно долгий процесс и поэтому пока задачу решим мы эту задачу не снимем а как по-другому на что в жизни решилась они в том что вот мы с вами обсудили и забыли вот так к числу таких очень крупных масштабных задач на относится задача сокращение рабочего дня до 6 часов без понижения заработной платы но и на самом деле параллельно с повышением заработной платы у нас записано не просто пять вопрос о том а что это такое зачем вот так рассматривать на научных конференциях у нас так с вами стоит вопрос о борьбе за 6 часовой рабочий день и возможно некоторые товарищи испытывают неловкость потому что ну вот мы еще не сильно сказать вот за этого выступали в наших коллективах да и тем более как коллективный 10 пока не особенно много было хотя по россии можно эти действия связаны с требованиями сокращения рабочего времени но еще небольшой очень опыт и думаешь о чем же говорить но я хочу обратить ваше внимание уважаемые товарищи на то что если мы говорим о борьбе за 6 часовой рабочий день а это крупный вопрос классовой борьбы то мы должны вспомнить что классовая борьба протекает и осуществляется в ряде форм теоретической идеологической экономической и политической так вот на самом деле если мы не видим пока политической борьбы до за сокращение рабочего дня до 6 часов хотя в истории мы такое найдем наши недавние истории если мы пока не видим широкой развернутой экономической борьбы то это вовсе не означает что не идет теоретическая борьба и можно обратно утверждать пока сторонники рабочего класса его теоретические представители логически не одержали значимых успехов ты в физической борьбе не будет широко развернута и практическое борьба да и не будет широко развернута экономическая и политическая балка по паф мы знаем из науки логике а здесь люди которые занимаются наукой логики диалектикой что конечно практическая идея выше теоретической но чтобы практическую идею д´ bread уровня практической идеи надо пройти через постижение теоретической идеи вот поэтому давайте сказать не будем недооценивать роль теоретической борьбы и посмотрим а что же здесь делается что делается на этом фронте классовой борьбы значит но можем отметить что вот вопрос о сокращении рабочего дня теоретически рассматривается да и здесь в качестве одной из значимых вверх я бы все-таки назвал работу которую подготовили ученые прежде всего нижегородского университета но и Михаил Васильевич Попов это профессор санкт-петербургского университета год назад ровно год назад была опубликована монография сокращение рабочего дня как основание современного экономического развития вот монография на эту тему попробуйте поискать за последние я не знаю 50 лет в россии и даже не в россии у всех есть подсковики поищите нет то есть я хочу сказать что в плане теоретической борьбы мы мы то есть сторонники рабочего класса эту работу эту борьбу не вели на протяжении многих десятилетий хотя всегда признавали и говорили и записывали документы и программные документы партии и в задачах коллективных действий у нас написано что требование сокращения рабочего дня до 60 часов без понижения заработной платы но одно дело иметь сказать лозунг известным а другое дело иметь познанным вот широкое теоретическое и глубокое теоретическое обоснование я смею утверждать приходится немножко отстраненно говорить потому что я сам являюсь участником этого научного коллектива получила данные требования именно в этой монографии именно в этой монографии значит здесь доказано что если бы сокращение рабочего времени вернее если бы повышение производительность труда которая идет ведь на протяжении столетия очень быстрыми темпами все ускоряющимися темпами если бы она использовалась не только для того чтобы выталкивать рабочих из сферы производства а если бы она использовалась как раз не для того для того чтобы сокращать рабочие время рабочих занятых производстве то есть не уменьшая количество рабочих то тогда продолжительность рабочих смен современных экономических развитых странах составлял бы час полтора в день это вот доказано расчеты но кто-то может проверить и поточнить и так далее но тут порядок цифр абсолютно такой и это уже никак не опровергнешь до полтора часа то есть гигантский потенциал современных производительных сил он просто используется в интересах сугубо капиталистов причем не стратегических интересах в интересах семиминутных чтобы выкинуть рабочих снизить издержки и при данной цене или еще лучше при повышающей цене увеличить прибыль получить монопольную прибыль то есть использовать все плоды научно-технического прогресса иногда пишут это как нтп можем расшифровать научно-технического прогресса мы-то этого говаривают для того чтобы увеличить прибыль и чтобы рабочим творцам этого прогресса ничего не досталось так вот задача рабочего класса состоит в том чтобы этот прогресс его результаты были использованы для улучшения положения рабочего класса и нельзя сказать что совсем этого не было да ну было конечно как и боролись и скатинси 35-часовая рабочая неделя есть уже и практика использования 6 часового рабочего дня в швеции достаточно широкая практика и конечно оправдавшаяся практика и выяснилось что качество вода улучшилось что производительность повысилась что значит здесь идет речь о сфере обслуживания что пациенты стали довольны выиграть эту все выиграл но есть конечно доля сам не какая а вдруг издержки вот нет в некоторых случаях выросли издержки то есть этот капиталистический тормоз а что значит издержки выросли что при данный снег прибыль сократилась это это так утверждается конкретных расчетах не показаны как соотносится рост издержек с ростом прибыли а может прибыль то еще быстрее увеличилась чем тогда переживаете господа капиталисты но это конечно не сообщается уже этот опыт есть ну и в общем крыть то нечем но был в 19 веке такой смешной взгляд на вещи что если сократится рабочий день то тогда исчезнет прибыль это еще сказать первом томе капитала маркса разобранное что это совершенно неправильное представление что прибыль создается не в последний час труда рабочего рабочих каждый момент времени создает и какие необходимый необходимую часть стоимости прибавочную стоимость то есть это неграмотный взгляд на вещь но и практика опровергла когда писал синьору он боролся за то чтобы не сокращать рабочий день если не с 12 часов до 11 часу 6 6 часов и прибыль и 7 часов и 6 часов вот видим в швеции прибыль не только не исчезла а увеличилась поэтому конечно же в буржазии серьезных теоретических аргументов чтобы опровергнуть закономерный характер сокращение рабочего дня без понижения зарплаты не только без понижения с повышением зарплаты таких аргументов у неё нет и все дело было в том что просто мы представители рабочего класса этим вопросом теоретически долго не занимались но разные были обстоятельства что уж об этом говорить но самое главное что этот шаг сделан и теперь наша развернутая аргументация теоретической приставленной побить ее я утверждаю берусь утверждать невозможно научными способами они научными можно скажем на эту книгу в одно издание была дана рецензия год назад где показывалась вот почему все эти места ну и как вы думаете год прошел опубликована эта рецензия нет стиль не тот чувствуете ходу конечно стиль не то как и сокращение рабочего дня стиль не тот а как повышение и удлинение рабочего времени повышение пенсионного возраста но все сразу публикует современные журналы и и все потому что мы знаем чью точку зрения чей интереса они выражают этому удивляться не приходится но тем не менее мы нашли в условиях наших вот издательств очень солидно уважаемое издательство где в общем возгладали интересы и истины они свои корыстные интересы какой-то страх и вообще надо сказать что в ленинграде в санкт-петербурге нынешнем все-таки есть определенные традиции научной свободы хотя там и буржуазные сказать тоже программы и все скажем в санкт-петербургском университете классическом университете из как из стен которые вышли два президента буржуазного государства значит проводилось традиционно проводилась конференция марксизм и современность ну куда от этого факта денешься никуда не денешься то есть все равно и и в рамках буржуазии тоже приходится с этим считаться так что я утверждаю что теоретическая победа на этом фронте одержана и вот это можно зафиксировать как крупнейший я бы сказал исторический факт крупнейший этап в борьбе за сокращение рабочего дня до 6 часов поэтому сказать я буду призвал товарищей сильно не грустите говорить на матч нечем рассказать но вот это пока вот на тех на теоретических поступок шла борьба если мы там и ничего не лежали но как тогда здесь в практике то если нет плана операции как можно тогда как может армия побить так вот теперь этот план есть опробированный проверенные надежные научные и поэтому можем смело теперь выступать и говорит что это доказано наукой современный саблиц с использованием современных данных с использованием современных теорий но марксизм конечно самой современной теории это мы знаем я хочу сказать что от появления этого факта факты этой книги из связанных с этим публикации естественно это проходило дальше уже и пропаганда была эта опубликована и растиражирована на наших сайтах об этом выступали наши товарищи неоднократно разъясняя значимость этого события в том числе научные консультанты которые здесь присутствуют это тоже значит это не просто осталось сказать фактом известным для тех кто прочитал книгу сейчас не очень много чего читаем а вот это уже пропагандируется пропагандируется и это уже известно тысячам людей уже за это начали голосовать помните мы поставили задачу вот чтобы голосовать и на портале госуслуги но это думаешь можете 100 тысяч махнут но не получилось но около пяти тысяч человек то есть тысячи людей уже не просто прочитали а согласились и нажали на кнопочку тысячи людей значит идея начинает распространяться я хочу сказать что вот неисповедимы пути господни вот на том как широко распространяться этой идеи свидетельствует тот факт что в санкт-петербурге на международном экономическом форме форма конечно это представляет интересы буржуазии всех стран в том числе российский выступил министр труда и социальной защиты топилин ну и вот он так долго говорю сказал ну да восьмичасовой я напомню мы это тоже знаем давайте это оценим тоже что восьмичасовой рабочий день это двадцатый век а 21 век это шестичасовой рабочий день двухчасовой может четырехчасовой он так вот такой вот такой разбег взял и два часа назвал тоже разумеется без понижения заработной платы я бы сильно удивился если бы это прозвучало скажем до того как вышла наша монография в которой говорится о том что рабочая смена может полтора часа быть в современных условиях то есть рабочий день для рабочих но после выхода на графе я уже это не удивляюсь на то что человек не ссылается да неважно сочтем все славою ведь мы свои люди но стопилин в этом смысле свои люди так что пускай нам общим памятником будет сокращенный рабочий день до 6 часов и пусть топилин если возьмет этот флаг то конечно не взял но озвучил и все средства массовой информации буржуазный повторили это и даже без всяких комментариях потому что как-то комментировать а с другой стороны но это вот из ряда из ряда он уходящийся такая новостная постановка вопроса да и все повторили вот сейчас набираете дочь куда-то всплывает из интернета потому что вот все тут мы значит твердим в том числе рабочие придавленные говорят ой как восемь часов как двенадцать не наши товарищи здесь на расскажет о том как некоторые рабочие встречает их постановку этой задачи что борьба это не только значит вот армия рабочего класса а там армия буржуазии так а наши рабочие что все прямо разделяю эту идею большинстве своими все не выступают и рвать и рвут и рвутся отстаивать а может они наоборот пока рвутся остановить их напасть на тех кто такую вещь сказал и опровергает их устоявшиеся буржуазные представления что если ты надорвешься вот ты тогда выберешься в люди своим вот индивидуальными силами это будет мелко буржуазная постановка зачем коллективная борьба зачем совместные действия я сам сам я вот еще буду еще нажму еще нажму еще нажму и начальством не оценят и трудолюбивы еще мне подкинуть и прямо потом понесут вот на самом деле что получается так что эта борьба такая очень серьезная но тем не менее давайте не звать тех вот веки которые говорят о том что победа здесь основа для победы есть и она теоретически надержана и только надо это загорепить массовом общественном сознании что идея 6 часов рабочего дня получил научные обоснования опровергнута быть не может нет таких научных аргументов вот это очень крупный этап значит но на террористическом фронте хорошо но и логическом тоже как видим уже уже у нас появляются сторонники на самом верху используя такую трибуну куда мы с вами приглашение ни за что не получим международный форум экономический санкт-петербург где сидят крупнейшие акулы бизнеса и их представители вот даже там нашелся человек честный человек который об этом сказал из при должности и удивительно еще его даже не съели ну наверное конечно ему это припомнит но он свое дело с этим в историю вошел не с тем что надо значит повысить пенсионный возраст да или удлинить рабочий день нет человек максим топилин министр буржуазном правительстве вошел в историю тем что он озвучил возможность и перспективу сокращения рабочего дня до двух часов повышения зарплаты 21 веке ну вот молодец что же надо это поддержать и поблагодарить его за это выступление но теперь возникает следующая задача пора переходить конечно борьбе уже практической плоскости выставление экономических требований политической борьбе ну и здесь я хочу сказать что иногда складывается впечатление что вот то чем занимается теоретики это ведь на века это и сегодня значимые завтра значимые ну когда-нибудь пройдет хорошо нет я все-таки хочу подчеркнуть что это вот потому и в теории так хорошо сложилось что это практически назрелось и вообще общество никогда не ставит задач раньше чем не появились предпосылки для их разрешения значит все назрел и перезрел а когда перезрел это уже плохо это уже гниение начинается до поэтому рабочие сказать и работники и разумеется организованные работники профсоюзе должны наконец начать эту практическую борьбу без этого что мы видим вот эта мелкобуржуазная линия своими усилиями индивидуально без своих товарищей выбиться в люди получить зарплату это как-то обеспечивая жизнь приводит тому что удлиняется рабочий день потому что добровольцы числа рабочих это говорят да они сначала удлиняют потом тыкве своих товарищей которые не хотят значит нарушать продовое законодательство дмитрий васильевич и гошин сюда заканчивают мы куда пошел и гошин только всего 8 часов и что вас как-то осуждают за это да получается значит это вот такая борьба которая сейчас пока приводит тому что сами рабочие удлиняют рабочий день а работодатели это охотно подхватывает естественно говорят вы сами хотите и это вводит в принудительный если хотите образец для всех остальных работающих и поэтому здесь это не только касается рабочих а поговорите с работниками в нашем сбербанке крупнейшей организации да вы чего да как то можно чтобы два-три часа не прихватить дополнительно к рабочему дню своему ну разумеется за те же деньги мне надо никак не сверху ручно это просто корпоративная солидарность и ответственность а то что это молодые люди то что надо семья это никого не интересует нужен прибыль надо получать это же понятно значит рабочие не удлиняется да с другой стороны вам что говорят вот сейчас еще вброс роботизация цифровая экономика зазвенела зазвенела слышали цифровая экономика опять смысл-то какой вам раз разъясняют что сейчас будет такой научно-технический прогресс такое его внедрение что надо готовиться к массовому освобождению работников и надо поэтому конечно нас кодекс уже в этом смысле слишком жесткие рамки ставит надо облегчить увольнение работников и начать научно-технический прогресс остановится потому что какой смысл внедрять роботов если половина работников не будет уволена вот какой подтекст дается значит но и работник который слышит опять незнакомые слова я вам напоминаю товарищи что всякой дрянь который готовит большую сказать авантюру против рабочего класса всегда из выражается в латинских терминах не очень понятных я вам напомню либерализация приватизация и как как только услышали монетизация и так далее вот сейчас роботизация а смысл все тот же товарищ рабочий чего тут дергаетесь чего тут дергаетесь вас придут роботы и там неизвестно когда нужно придут и у вас всех выкинут а вы еще тут дергаетесь работайте пока тихонечко и все то есть уже вот этот лозунг роботизации использовать и роботов еще никаких нет когда будут непонятно но уже сейчас используется чтобы вот опять сломить волю рабочего класса к борьбе потому что чего вы тут будете сокращать вас скоро вообще всех сократят то есть этот не несомненно приближающий технический прогресс опять используется буразии для того чтобы сказать пресечь развертывание борьбы рабочего класса ну и в самом деле звучит убедительно но если робот выполняет работу четырех рабочих точнее не робот а при один рабочий при помощи робота теперь выполняет работу который раньше четыре рабочих выполняли так трех надо выкинуть чё тут как против этого поспоришь да так а какой тогда из этого вывод может она тогда роботов то ломать мы вообще это проходили в истории рабочего движения когда машины впервые появились они резко ухудшили положение рабочего класса и луди то тогда громили и громили но скажите пожалуйста от того что машины все-таки были внедрены и сейчас приходит рабочий класс выиграл не выиграл да конечно выиграл выиграл безусловно и верить еще больше если будет использовать результат внедрения роботов своих интересов так вот я хочу успокоить рабочий класс но успокоить не в том смысле дорогие товарищи все будет хорошо ничего не делайте мы здесь опять имеем то же самый вопрос вот сейчас мы стоим на пороге того факта что будет массовое высвобождение рабочего времени массовая большая масштабная экономия рабочего времени в результате внедрения роботов и других производственных передовых технологий 3d принтеров и так далее так далее печатных теперь товарищи рабочие позаботьтесь о том чтобы эта экономия была использована не для того чтобы выкинуть ваших товарищей большинство из предприятия оставшихся заставить работать столько же еще больше надо же роботов окупать да а позаботьтесь о том чтобы эта экономия была использована для того чтобы рабочий день сократился в той мере в какой увеличивается экономии труда экономия труда увеличилась пять раз сократите рабочий день пять раз ничего не мешает вообще говоря технически продуктов не будет меньше, зарплаты не будет меньше, потому что продукты-то вырастут, производительность труда растет, да? Позаботьтесь об этом. И не надо поэтому бояться роботов. А чего надо бояться? А надо бояться капиталистического использования роботов, точнее говоря, использования роботов в корыстных интересах капиталистов. Так это значит вопрос классовой борьбы. В чьих интересах будет осуществляться этот этап научно-технического прогресса? Это всегда было. Всегда на каждом этапе надо было бороться за свои интересы. И в этом смысле ничего нового роботизации не несет. И сейчас надо бороться. Поэтому я думаю, что у нас позиция нашего Российского комитета рабочих и тех организаций, которые в нем представлены, должны стать так. Мы приветствуем, приветствуем роботизацию и все, что с этим связано. Мы приветствуем научно-технический прогресс. Только на этой основе может быть сокращен рабочий день рабочего класса и всех трудящих. Только на этой основе может быть повышена реальная заработная плата. На этой основе. Поэтому всей душой за. Но мы не позволим господам капиталистам все плоды этого прогресса забирать себе ущерб интересам рабочего класса. Если они будут этому мешать, мы будем бороться за то, чтобы плоды научно-технического прогресса использовать в интересах рабочего класса. Вот о чем идет речь. И эта борьба не только против, а эта борьба за. Вот если рабочий класс в лице своих организаций развернет такую борьбу на практике, то тем самым будет поставлен барьер на пути стремления капиталистов увеличивать прибыль без научно-технического прогресса или увеличивать прибыль за счет рабочего класса. И тогда, пускай не дают, если они хотят увеличить еще прибыль, более совершенного робота поставьте. То есть на этом они тоже будут иметь увеличивающуюся прибыль даже в условиях сокращения рабочего дня. То есть давайте в этом смысле хоть какие-то искать компромиссы. Но в компромиссах как достигается? Вот если мы будем бороться, то вы дальше повышаете свою производительность, и часть этого эффекта будет использоваться, конечно, для увеличения прибыли. Ну и двигаясь по этому пути, рабочий класс добьется того, что у него будет свободное время в достаточном количестве для организации широкомасштабной борьбы за свои интересы. И это время будет использовано для того, чтобы борьба достигла такого уровня, когда не будет капиталистического барьера для использования плодов научно-технического прогресса в интересах рабочего класса. Поэтому мы рекомендуем, думаю, сказать, еще раз надо сказать, что мы рекомендуем всем рабочим профсоюзным организациям сделать требование перехода к шестичасовому рабочему дню без понижения заработной платы центральным требованием, стратегическим требованием этой борьбы. Да, на каждом участке мы можем решать и одновременно решать, естественно, какие-то более узкие задачи, но всегда выставлять это коренное требование. Так, собственно, в истории рабочей классы было. И бились за зарплату, бились за поставление увольных рабочих, но всегда выставляли во всякой стачке, крупной стачке требования восьмичасового рабочего дня, которая была рассчитана на перспективу, вместо того, чтобы обидеться успеха. Вот этому надо поучиться. У того поколения, которое сделало великую революцию успешную, поучиться, и когда мы научимся это делать, тогда наши последователи нас тоже будут вспоминать с гордостью. Спасибо. Вопрос, уважаемый товарищ, к докладу. Нет вам вопроса? Нет, нет. Вот скажите, вы говорите о том, что в результате компромиссов с работодателями, то есть с буржуги, у нас дадится какие-то улучшения, но этим будет дурная бесконечность проведена, не так ли опасность этого есть? Я хотел уточнить, я сказал, что в результате борьбы рабочего класса будут некоторые компромиссы. Вот так будет, а не так, что будут компромиссы. Как-то будут компромиссы без борьбы. Без борьбы рабочего класса забирают все. Вот это мы видим. Все забирают, даже организации забирают. Вот вы не боретесь, у вас профсоюз, у вас не борющийся. И вдруг он решил шевельнуться. И что будет? Работодатель сделает свой профсоюз. Что вообще вас уничтожит? То есть сейчас идет борьба, но уничтожение. Поэтому как без борьбы еще можно найти? Какой компромисс? Только борьбой можно. А в борьбе будут обязательно компромиссы. Но это не будет дурная бесконечность. Я сказал, что в этой борьбе рабочий класс достигнет такой силы, что он хватит говорить. Что мы с этими слабаками все компромиссы какие-то? Не надо ли их вообще убрать? Об этом я тоже сказал. А это обязательно в перспективу этой борьбы прослеживается. Спасибо. Уважаемый товарищ, кто-то может еще хочет выступить как садокладчик или поделиться своим мнением по поводу ведения шестичасового рабочего дня и борьбы за ведение шестичасового дня. В городе Ленинград, ЛП-технология, Кузнецов. Ну, конечно, я знаю, так сказать, ситуацию с рабочими изнутри. Если сейчас прийти к рабочим и сказать им, что, ребята, а вот не худо было бы работать не 8 часов, а 6 часов, они очень удивятся и скажут, что это невозможно. Но если им очень грамотно все это объяснить, в общем-то, я уверен, что большинство согласится. Но тут, в принципе, когда я первый раз это услышал, меня тоже это удивило, так подумал, что, в общем-то, идея-то неплохая. Шестичасовой рабочий день можно вполне потянуть. Хотя, в общем-то, я знаю, что распространена такая вещь, что многие очень часто по просьбе начальства или даже добровольно иногда остаются после работы, чтобы, так сказать, набрать себе часы, чтобы им там что-то побольше заплатили и так далее. Это уже стало привычным. Я вот что хочу заметить, немножко историю сказать. Что, в общем-то, в 17-м году, 100 лет назад, когда большевики пришли к власти, одним из первых декретов их Совета народных комиссаров был декрет о 8-часовом рабочем дне. Но вот когда большевики вводили этот самый 8-часовой рабочий день, они имели в виду что? Что вот рабочие отработают 8 часов, а дальше они не идут ни в магазин и потом к себе домой там на диване лежать. А дальше они идут учиться, заниматься час-два, чтобы каждый чернорабочий, каждая кухарка будет после работы учиться управлять государством. Правильно? Вот что они имели в виду. А вот, к сожалению, со временем это как-то так вот улетучилось. Я считаю, что это одна из причин поражения советской власти, что народ там все отдал начальству, а мы что? Мы работяги, мы должны работать вот и так далее. Так вот, надо все-таки как-то так объяснить народу, что все-таки 6 часов работы – это, конечно, хорошо, можно и меньше работать. А что делать потом? Идти в гараж, там, машиной заниматься или лежать на диване? Наверное, нужно все-таки учиться как-то так организованно, чтобы на предприятиях можно было, так сказать, вот как мы сейчас собрались тоже, собраться, провести, допустим, собрание, хотя бы на час задержаться или еще что-нибудь. Вот. Ну, собственно говоря, вроде все. Может быть, еще потом в эту добавку на сумму. Кудрецов Валерий Михайлович, представитель Российского комитета рабочих по Нижегородской области и Нижнему Новгороду. Значит, товарищи рабочие, неужели вам нечего сказать по поводу 6-часового рабочего дня? Мне вот это непонятно. Все молчат. Вопросы есть – задавайте. Какое-то понимание есть новое – говорите, чтобы люди, чтобы другие слушали, чтобы сомнения развеять, чтобы легче было разговаривать на заводах с людьми в коллективах. Надо же разъяснять. Вопрос о том, что разъяснять людям. Вот эту позицию по 6-часовому рабочему дню, он же возникает постоянно. А чтобы разъяснять, надо здесь наговорить. Вот здесь нам надо, так сказать, подготовиться. Все аргументации и так далее вот здесь надо обсуждать. Мы для этого собираемся. Мы для этого собираемся. Вот здесь мы учимся. Вот это начало учебы, о которой очень правильно сказано сейчас, потому что 6-часовой рабочий день. Здесь уже несколько раз об этом говорилось, в том числе и я говорил. 6-часовой рабочий день будет. Мы хотим вести не просто так, чтобы потом можно было лишних 2 часа пить водку или там гулять по парку. А для того, чтобы 2 часа у человека было для развития, для самосовершенствования, для, так сказать, повышения уровня и политического, культурного и профессионального. Вот что важно, чтобы люди поняли, что это для них. Теперь по поводу роботизации, цифровой экономики. Вообще говоря, с точки зрения нормального, квалифицированного человека, цифровая экономика это глупость. Это примерно так, как в 19 веке электрическая экономика. Вот электроэнергия широко пошла, станки не с паровым приводом стали, а с электрическим. Электрическая экономика стала. Ну вот такая вот глупость. То есть технический прогресс выдают за что-то новое в экономической теории, вот за что-то такое. Глупость это откровенная. Это обычное самое нормальное развитие. Дальше. Для того, чтобы провести роботизацию, надо иметь квалифицированные кадры. Значит, говорил я уже здесь, повторю снова. К сожалению, нынешние, как он называется, менеджмент, да? Эти ребята, которые всем руководят. Они бухгалтера, они не понимают, что такое производство. Они думают, что они привезут там ребят, которые по-русски несколько слов выучили, и они будут нажимать кнопки и будет выскакивать продукция. Вот не будет. Вот вы рабочий, квалифицированный народ, знаете прекрасно, что просто так ни один станок работать не будет, ни один робот работать не будет, если им не будет управлять грамотный человек. Значит, это тащит за собой. Смотрите, это тащит за собой. Значит, необходимость буржуям готовить кадры. Система подготовки кадров в стране, ну, сейчас чего-то там начинает шевелить, была практически уничтожена. Значит, один момент. Это что? Подготовка кадров, это развитие рабочего класса, развитие рабочих, появление новых квалифицированных людей. Сейчас на заводах средний возраст, вот на Красном Сормове 57 лет. Это же с ума сойти можно. Такое предприятие 57 лет средний возраст. Надо омолаживать. То есть, 6-часовой рабочий день стимулирует появление молодых кадров, более активных, более сильных. Физически люди поддержат больше нагрузок, нежели те, которые есть, я имею в виду, в том числе работу в профсоюзных организациях, тех же коллективных, проведения коллективных действий и так далее. Вот в чем, значит, наш интерес рабочих, что на базе сокращения рабочего времени мы получим возможность активизировать политический рабочий класс. Появляются новые возможности для организации, для самоорганизации. Это очень важный момент. неорганизованный рабочий класс в состоянии решить свои проблемы. Неорганизованный рабочий класс ничего не сделает. Буржуям тоже это выгодно. В любом случае. потому что вымотанный работник и работник, который с работы идет, так сказать, легко и в состоянии двигаться дальше, сохранив свое здоровье, они отличаются очень сильно. и для буржуя здоровый работник гораздо выгоднее больного. Потому что как угодно, когда болеют работники, это потери для буржуя. В любом случае. То есть для них тоже в социальном плане, в этом плане, это очень выгодно. Ну и здоровый человек лучше работает в любом случае. А для нас 6 часов рабочий день, еще раз повторяю, это возможность развития рабочего как индивида и рабочего класса как класса. Для самоорганизации, организации рабочего класса, для организации введения борьбы. Вот что я хотел сказать. Спасибо. Добрый день. Меня зовут Тимур Пухаев, я из Петербурга, сварщик. В сфере мосостроения работаю. Здесь вот правильно было сказано о свободном времени. Ведь на самом деле из-за того, что у нас часто очень не хватает времени, мы как-то это самое, как-то ужимаемся, как бы свои вот какие-то любимые занятия откладываем все на потом, на потом, на потом. И чаще всего потом как бы и забываем про них. Вот. Хочу привести такой пример. Вот у меня как бы пока вот нет своих детей, вот, ну как бы занимаюсь иногда с племянницей. Вот. И чтобы там забрать это самое как бы откуда-то или отвезти откуда-то мне как бы часто приходится подходить к руководству и просить там на два часа отпустить меня там или там на три часа бывает. Вот. То есть здесь вот самый как вопрос о шести часовом рабочем дне. Как бы то есть получается, что я то время, которое у меня может быть, вот получается я как бы прошу у своего работателя. Вот. А если мы как бы рабочие соберемся и все-таки как бы добьемся введения повсеместно как бы не восемь там, а на некоторых предприятиях я знаю и больше иногда работают люди. Вот. Не восемь часов, а шесть часов. То есть вот это вот время мне уже не надо будет никого отпрашивать. Вот. И это самое как бы вполне как бы то есть, ну как бы законно. Вот. Я буду уходить как положено. Вот. Это вот один момент хотел сказать. И второй. Вот у меня, например, я боксер. Я люблю заниматься боксом. Вот. И последнее время все реже и реже как бы мне приходится заниматься этим вот как бы своим любимым делом. Просто потому что я заканчиваю в шесть. Вот. И у меня занятия спортом начинаются около семьи. Вот. То есть сразу от станка как бы то есть объезжать на секцию бокса. Вот. То есть неудобно. Вот. И тоже как бы иногда ну сейчас уже как бы не отпрашиваешь, потому что уже смотрят подозрительно. Вот. А какой-то там несколько месяцев назад как бы приходилось отпрашиваться там под разными предлогами. Вот. И здесь вот тоже момент. То есть зачем допускать до такого момента, когда ты отпрашиваешься с работой, но тебе тоже не оплачивают. Вот. И вот отпрашиваешь на два часа, мне же как бы их не оплачивают. А было бы замечательно, если бы как бы вот действительно ну рабочий класс осознал вот эти вот выгоды. Вот. И как-то бы мы бы собрались бы действительно не уже как бы на уровне разговоров как бы уже как-то коллективно вот удивили бы как бы работодателю. На самом деле мне представляется, что нас просто грабит. Вот. Какой-то там буржуй, там какой-то там капиталист. Вот. Откровенно почему-то как бы осмеялся вот таким вот ну как бы по-хамски и может быть даже грубо как бы самое разводить всех рабочих. Вот. А их же как бы намного меньше, чем у нас рабочих. Почему мы как бы такая сила вроде бы как большая и позволяем вот так вот себя как бы ущемлять, грубо говоря. Вот. Все. Спасибо. Шилов Дмитрий Юрьевич. Рабочий. Сейчас временно не работаю. А вот официально. Значит, ну вот буржуазия сейчас идет на любые всякие ухищрения вот в рамках законодательства. Ну или или где-то может быть даже не умалчивает какую-то информацию. Вот. Лишь бы лишь бы достичь своих целей излечения максимальной прибыли. Это мы знаем как люди грамотные, в общем-то здесь собравшиеся, что цель капиталистического производства это получение прибыли. И поэтому все вот эти там наши вот личные, так сказать, интересы как рабочих никого не волнуют, как правильно вот здесь было сказано. Вот. И вот я последний опыт такой у меня был, что устраивавшись на работу значит ну мне сказали там проходил медкомиссию я уже когда прошел медкомиссию уже пришел оформляться значит выясняется, что оформление тут значит по по срочному договору трудоума ну вроде как до этого никто этого мне не сказал ну ладно это самое оформились по договору вот и в принципе там такие условия были что в общем-то очень многих привлекало что ну мы отработав смену да выполнив там норму свою в принципе ну была возможность уходить раньше уходить раньше то есть практически шестичасовой рабочий день вот но с сохранением заработной платы но это как бы не нарушение дисциплины дисциплины трудовой то есть это в принципе это очень это стойкая как бы такая идея идея которая ну она в головах у людей есть она есть это сознание уйти там ну выполнять какие-то свои задачи то есть не связанные с производством вот но поскольку поскольку мы все по по срочным договорам там все были оформлены то как бы о какой-то коллективной борьбе или там выдвижение это как требование внесения скажем договора речи не было вот но но тем не менее тихой сапой мы эту задачу свою выполняли ну собственно за за что и как бы и были пойманы и значит договор договор значит прекратился значит трудовой с нами вот и борьба это шла конечно то есть в принципе ну мастера были не против ну как бы но нужно было ставить их в известность то есть это как бы такая ну ты мне я тебе как бы да то есть с мастером да там какие-то отношения но это самое все равно мы как бы свое свое выполняли по своему свою задачу вот какое-то непродолжительное время так скажем 4 месяца вот ну это это иллюстрация такая вот простая тоже да вот своего опыта борьбы да ну может быть может быть это не не так как ставятся задачи да ставятся какие-то задачи но тем не менее тенденция это есть в голове вот и в голове людей она есть ну к сожалению мелкобуржуазность вот сознание рабочего класса она сильна это мы видим мы вот с экранов там телевидения и фильмы вот эти вот американские тоже вот это идея идеология это мелкобуржуазная она внедряется очень сильно и также и в профсоюзах это борьба идет вот то есть идеологическая борьба то есть партии буржуазные партии активно работают с профсоюзами и в общем поэтому тоже особого такого доверия у рабочих профсоюзам нету вот к этим профсоюзам где выборные должности представляют люди в общем связанные с дирекцией с администрацией но тем не менее все равно нужно работать я считаю в профсоюзах нужно работать пусть они там 10 раз желтые у нас нет другой площадки на сегодняшний день ну создать свой профсоюз пожалуйста это тоже все непросто вот поэтому самая самая близкая организация для рабочего это профсоюз на сегодняшний день то есть какой бы он не был это то с чего нужно начинать необходимо работать в профсоюзах потому что профсоюз это то место где рабочие учатся учатся отстаивать свои интересы не в курилке там это самое недовольство свое выражать там да вот как все дорого как все плохо там поговорили и разошлись профсоюз это все таки организация нужно организация без организации один человек он ничего не сможет сделать на сегодняшний день такая организация это профсоюз вот о советах ну пока 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 речь не не идет как а действующие как как а действительные организации но разговаривать об этом тоже нужно с рабочими вот и коллективах объяснять опыт опыт наших предшественников большевиков рабочих которые использовали эту форму в своих интересах очень успешно успешнее чем они это сделали никто этого не делал в истории и на сегодняшний день забывать об этом тоже нельзя потому что это вот это тот опыт который привел в конце концов и к победе и захвату власти что является в общем то наилучшим для рабочих это диктатура пролетариата потому что только только с помощью своей власти рабочие могут улучшить положение свое личное коренным образом и положение всех трудящихся вот но привести к этому могут работе а начинаться все должно с борьбы профсоюзов за свои интересы вот и идея шести часов рабочего дня в этом в этом смысле это та идея которая близка близка каждому человеку и просто ее надо осуществить это большая задача крупная задача которая может объединить всех всех трудящихся всех рабочих что это интересы всех трудящихся это улучшение и здоровья и личного времени и интересы семьи в конце концов даже интересы работодателя в долгосрочной какой-то перспективе ну беда в том что собственники у нас вышли так сказать из из этого из социализма да так так же как и рабочие у нас разучились бороться еще при социализме и капиталисты тоже такие недокапиталисты которые которые не создавали это они не создавали это производство они не те капиталисты которые в классическом понимании они получили это как говорится не совсем таким честным путем вот и ну что это так же касается и нас рабочих мы еще в советское время разучились бороться почему сводилась работа там в профсоюзах я тогда не помню этого но ну я помню что это путевки там какие-то не более а товарищ Ленин говорил что даже при социализме борьба не прекращается и даже забастовки возможные при социализме для того чтобы бороться с бюрократизмом только усиливается противоречие на на последнем этапе сам переходного периода и забастовки возможны и ну а если их нету даже при при капитализме то есть ну как бы это говорит о чем потому что совсем как-то рабочий задавлен за затравлен оболванен вот этой пропаганды пропаганды вот этой мелкобуржуазной которые парализуют парализует людей страх конечно страх потерять то что есть сегодняшним днем то есть так вот жизнь живем это самое одним днем сегодня есть работа завтра неизвестно да ну это так далеко и не уедешь и мы видим что все равно динамика такая что развития нету капиталисты не развивают производство а если если мы будем бороться за экономические свои интересы за шестичасовой рабочий день то придется внедрять что-то капиталисту придется думать как-то решать вопрос но это все через борьбу конечно я полностью согласен что без без борьбы мы ничего не будем иметь от технического прогресса то есть ну капиталист платят столько сколько для того чтобы ты вышел на работу и продолжил создавать прибыль все никто больше платить не будет без борьбы на этом как и было там тогда при марксе ну да сейчас мы вроде там получше одеваемся там это даже машинах там ездим но как это все это кредиты а кредиты это опять же это уже значит это что капитал как капитал претензии на на будущее на будущее то есть ты значит обкрадываешь у детей там у своих не можешь платить да какие то вещи и тебя парализует этот страх потерять работу потерять то есть ты только теряешь волю к объединению к борьбе без короче говоря противопоставить этому надо нашу пролетарскую идеологию и это именно то место российский комитет рабочих где рабочие могут учиться этому я призываю всех рабочих приезжайте на комитет здесь очень много полезного я очень много здесь узнал того что что нужно делать и идея должна как сначала родиться в голове чтобы чтобы потом она воплотилась в реальность и стала материальной силой и если мы научимся этому будем грамотно проводить ее то все у нас получится есть рабочая партия России есть красный университет и я призываю тоже рабочих учиться учиться еще раз учиться как учил нас товарищ Ленин и тогда мы победим идея овладев массами станет материальной силой и все победа будет за нами спасибо Молодец Денис представитель рабочей партии России я бы хотел рассказать о своем опыте по поводу шестичасового рабочего дня в том плане что я продолжу тему обучение образование и хотел бы вот сказать о том что как на это реагируют те люди которые только услышали об этом призыве скажем так об этом лозунге я скажу такой случай когда 1 мая у нас проходило шествие в Петербурге у меня приезжали ну друзья скажем так они не из рабочих он инженер занимается ну работает в оборонке настраивает там какие-то датчики на ракетах по военным частям по России и ему в руки попала наша газета с лозунгом о шестичасовом рабочем дне и он то есть тоже его эта идея заинтересовала и он сказал о том что очень интересно это вот а я сам работаю на стройке подсобный рабочий работаю по договору подряда как такового коллектива у нас нету то есть все в основном это наемные какие-то ну коллективы отдельные там если допустим делают крышу это там нанимает потом как бы по выполненной работе им забивают цены ну вот так вот они то есть там постоянно текучка да я работаю уже на втором объекте в этой организации вот и то есть я работаю с 9 до 6 допустим прихожу домой у меня дома работа не так далеко от дома находится полчаса где-то вот я полчаса прихожу домой потом поготовлю еду и то есть уже у тебя и на образование остается очень мало времени то есть я например не подвержен там каким-то там попить пиво там или что-то такое там я не пью не курю и занимаюсь исключительно там в свободное время то есть у меня реально с образованием занимаюсь и очень тяжело заниматься то есть когда ты уставший там и голова у тебя совсем другим заняты и выходные то есть выходные тоже полностью тратишь на образование там или куда-то тебе еще какие-то хозяйственные дела там домашние надо делать то есть тяжело 6-часовой рабочий день это как бы единственный выход из этого положения то есть нужно продвигать этот лозунг идею но вот я также работал хотел бы тоже рассказать пример о том как я работал в общественном питании то есть я работал поваром и мы работали по графику два через два например то есть если ты два дня работаешь ты следующий из двух дней выходной полностью отлеживаешься то есть целый день на первых на ногах у нас там есть например и шеф-повара они работают например вообще без выходных то есть они работают постоянно и ответственность на них висит там большая как бы все это вот минуса как-то это все надо рассчитывать грамотно делать так же я хотел бы вот привести пример вот у меня отец например водитель большегруза да он например работает вообще то есть у них рабочий день и по 19 часов и по 20 часов бывает если он сейчас давно работал по графику две недели через две недели то есть по месяцу и полностью эти две недели он дома практически не бывает то есть он даже если работает по области то есть он в Татарстане то есть работает по Татарстану да дома там бывает один-два дня в неделю то есть живет в машине человек то есть таких очень много вот если говорить про менеджеров да вот как бы которые там работники офисов да в основном люди этим мало заинтересованы то есть среди них тоже нужно это продвигать потому что менеджеры все эти живут от понедельника до пятницы то есть они ждут эту пятницу в пятницу они идут вечером в какие-то там бары и все выходные у них тоже потерянные это так сказать вот человек он в своем вот этом течении он учился там бумаги перекладывать с одного места на другую все ему больше ничего не интересно кроме там каких-то там слетать в Турцию там или еще там как-то прожечь как бы там свои выходные свои свое свободное время вот ну собственно шестичасовой рабочий день я думаю это выход как бы сложившейся ситуации движение вперед и так вот с помощью этого как-то мы можем себя улучшить жизнь нашу спасибо спасибо Федя Андрей Анатольевич город Королёв лаборатор наладчик стандартчиков я хотел сказать что вот вот некогда товарищи прикольщина мне что сказать мы просто может быть после такого кита научной мысли немножко как-то выходить боязно вот что-то сказать по поводу еще и добавить кроме как согласиться и принять под козырек что надо что-то делать а что делать вот мы должны как-то это решить как доносить до людей когда с ними разговариваешь самые простые примитивные вещи пытаясь объяснить они говорят я не понимаю мне это не интересно мне это скучно что скучно как может быть скучные какие-то знания когда ты каждый день стоишь в раздевалке или где-то на улице возмущаешься возмущаешься что все плохо а говоришь ему как нужно сделать хорошо он или не хочет хотя каждый день в спортзал ходят каждый день там еще что-то глупостями всякими занимаются конечно меньше глупостями надо заниматься немножко надо уделять времени какому-то образованию красный университет я 6 человек университет как бы вроде сагитировал а не согласился теперь я за ними бегаю чтобы они там это посмотрели что-нибудь ответили уже идет университет вы понимаете да 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 сейчас некогда некогда какой-то ремонт какой-то еще что-то какие-то ремонты какие ремонты постоянно ну полчаса в день удели там чему-то нормальному умному я не знаю ведь весь твой ремонт тебе не принадлежит вот с 18 года у кого кадастры нет он лишается собственности против вас идет борьба каждый день каждый день люди сидят и думаю как отобрать жилье как отобрать деньги как отобрать еще что-то если у вас что-то есть это не ваше все удивляются при как мне налог такой пришел бешеный заởли как такой бешеный налог пришел за машину как мне того нолк бешеный пришел еще за что-то а я за коммуналку я что-ка не пользуюсь каждый день это каждый день это идет планомерная серьезная работа по уничтожению уничтожению вашей собственности, не по уничтожению, а о ее захвате, рейдерском таком захвате, на государственном уровне. И вы должны, наверное, как-то мыслить тоже немножечко как-то так, по государственному, что я член общества, я вот не сам по себе. Сколько можно атомизироваться, каждый сам по себе, у меня какие-то ремонты, у меня там ребенок, у меня тоже ребенок, сегодня он там где-то дома, с кем-то, что-то, как-то, и что, пострадает от этого, не пострадает, если я его сегодня не поглажу по голове. Обычное время больше и не хватает, ребенка после работы, кроме как погладить по голове, сказать там что-нибудь, пару слов посылать и лечь спать, и все, я, да. Или ребенок ложится спать, а мне нужно в интернет зайти, мне нужно там посмотреть лекцию и что-то там еще ответить, я еще не ответил пока, посмотреть посмотрел. Ну, я больше бегаю за других, за которых чувствую ответственность. Я за них чувствую ответственность, они никакой ответственности не чувствуют, как-то я не понимаю. Это вообще сложно, товарищи, сложно работать с теми людьми, которых грабят, оболванивают, и они же еще ничего не хотят как-то изменить в своей собственной жизни. Ну, конечно, Ленин говорил на эту тему, что когда у людей забрать все образование, то в голове, когда ничего нет, туда любая гадость легко может залететь и очень легко забить, чем и занимаются. Вообще-то наши, как у нас 24 часа в сутки можно не вылазить из телевизора, а там нет 24 часа в сутки, человек видит неадекватную форму поведения. И я сталкиваюсь с людьми, я часто смотрю в глаза человеку, и я вижу, что это экран телевизора какой-то просто. Я со своей собственной женой ругаюсь на эту тему, выдергиваю антенну, там это вроде выкинуть неохота, ребенок мультики смотрит. Но борьба идет, внутри семьи идет борьба, меня за дурачка считает. У меня семья говорит, какой секрет ты вступила, у меня родственники там есть умные, хорошие, прекрасные мои родственные отношения, к ним я испытываю огромную любовь. Но когда заходит разговор за какую-то политику, мне объясняют мои собственные родственники, что они должны получать за счет того, что они как-то умнее других, или опытнее других, или еще что-то больше денег, я не знаю. Хотя тут же говорит, вот 2 тысячи с кого-то сорвали, я бы так не поступил. Да, ты так не поступил бы, но ты зато говоришь обществу, что тебе должны 40 тысяч лишних платить в месяц. Это тоже ограбление, я не знаю, да. А 2 тысячи за что-то? Люди не понимают даже того, что говорят, по-моему, я не знаю, с теми же родственниками, хотя у них там регалии такие, полковники, там генералы есть. Разговариваем на русском языке, понимаем абсолютно разные вещи, я говорю о теории, да какая там теория, это все давно прошло, а у меня такой опыт. Ну какой опыт, когда теория это и есть опыт всего человечества, то есть человек не понимает, о чем говорит. Ну говорю, а зачем мне философия? Ну как зачем философия? Вы любую теорию доказываете философским способом, при помощи логики, только своей бытовой. Но бытовая логика, извините, она как бы никогда никуда ни к чему не приводила, она не имеет никакого отношения к науке. А когда человек сомневается или еще что-нибудь, делает какой-то поступок интуитивный, это не значит, что он его свободно выбрал. Если ему этот поступок принесет потом не пользу, а вред, это не свобода, это 11 глава Дюринга. Какая свобода в этом будет заключаться? Надо аргументирует, то есть как-то. Даже товарищ вот здесь до меня выступал, сомневался там, куда деть время свободное или еще что-то. Я знаю, куда деть свободное время. И хоть капельку сомневаться в нашем направлении, в этой теории о сокращении рабочего дня, я не могу позволить себе ни морально, ни духовно. Любое сомнение, это значит, я что-то неправильно делаю. Я правильно все делаю, я знаю, что я делаю. Теория шикарная, в научном доказанном. Это все пройдено, это уже практика огромная есть, столетняя практика. Больше 100 лет уже. Еще в 1866 году впервые Карл Маркс выдвинул эту теорию о сокращении рабочего дня до 8 часов, правда, да, в Женеве на рабочем собрании, в Конгрессе рабочем. И что это? И в Конституции СССР было записано как цель сокращения рабочего дня. Нельзя нам забывать такие цели. Это наша основная цель, мы родились для этого, чтобы добиваться, прийти к свободе, в конце концов, а в свободу что это? Осознанная необходимость, особенность необходимость что? То есть мы столько себе должны пользы пронести, чтобы действительно быть человеком в самом высшем смысле его понимания. Не роботами какими-то, которые вот, как другие ходят. А что мы, если вот на 2 часа, куда мы их денем? Да никуда не надо девать. Мы найдем себе... Это наша вторая будет задача. Будет проблема, мы будем ее решать. Мы должны решать одну проблему, какую-нибудь взять, ну, самую высокую планку, и ее как-то решить. Если мы решим одну такую проблему, другие проблемы для нас уже будут просто такие мелкие орехи. А тем более всегда есть авангард, всегда есть люди, которые знают, что делать, как отдыхать, и которые будут служить примером. В советское время там много было недостатков, допустим. Но все-таки, как пример, преступность, она имела тенденцию сокращаться, а сейчас наоборот, потому что там пример один, а сейчас пример другой. Я думаю, нам нет никакой нужды и невозможности вообще даже морального права сомневаться в своих теоретических воззрениях и действиях, которые мы вырабатываем коллегиально. И не на основании своих каких-то мнений, желаний. Да, это здорово меньше работает, но это не просто желание, это необходимость, которую природа сама вообще в движении дает понять. Что мы развиваемся, ребята, природа развивается, всю историю человечества. А в голове как может клин стоять, мы должны работать, работать, работать. Вот восемь, чем больше, тем лучше. Восемь часов, девять часов, десять часов. А какая-то бредятина получается. Получается, ходят миллионы людей, зомби таких, вы им вбили в клин в голову, в телевизор. Надо всем или телевизор выкинуть, чтобы поумнеть, я не знаю. Вступать в Красный университет. Вот шесть человек у меня, я за ними бегаю. Я все-таки надеюсь, что они посмотрят видео и скажут, что мы сейчас нагоним. Нагоним. Хотя я знаю, что у них время есть. Они мне говорят, мало-мало времени. Но я знаю, что есть. Я просто не могу быть слишком резким, конечно, наставить на своей точке зрения с такой настойчивостью. Но надо наставить потихоньку как-то. С людьми работать. Нас вот здесь много вроде, да? Еще есть люди, многие, которые не смогли подъехать. Там есть у нас в партии. Нам надо заводить, как можно пользоваться современными ресурсами. Интернет-ресурсами. Заводить как можно друзей. Просто кого угодно, какая разница. Я тычу каждый день дружить. С людьми у меня там по полмиллиона друзей. И репостить тоже книгу, допустим, сокращение рабочего дня как основа развития современной экономики. Я ее прочитал уже, мне по рекомендации нашего старшего товарища. Идеологически старшего. Ну, я ее читал по 15 минут в обед на работе. Я ее читал вот 4 месяца, наверное, или сколько-то 3. Ну, я ее прочитал. Тяжело, да? Ну, по 15 минут можно выделить. Конечно, можно просто в столовке поржать, посмеяться, анекдоты порассказывать глупые. Ну, я могу анекдоты даже послушать. Ну, не 15, а 10 почитаю. Ну, можно всегда компромисс найти какой-то, найти на образовании время какое-то. Это же знания такие, без которых человек просто как слепой котенок в этом мире рождается. Ничего не видит, куда тыкается носом, еще что. А буржуазий его может гладить, гладить, гладить там где-нибудь. Используйте, он надоел, все. Раз, его ведро с водой. И что вы там будете барахтаться? Мы только вместе все, и на основании какой-то всего предыдущего человечества, на опыте всего предыдущего человечества, мы можем встать на эти огромные такие плечи великанов, и смотреть так далеко, и смотреть, что с нами творят. И мы можем видеть, что-то как-то предрешать эти вопросы. Принятивно. А против нас борьба идет каждый день. Мы вот раз в полгода собираемся. Ну, у нас, благо, есть партии, мы хоть еще решаем вопросы по месту жительства, в принципе, ежедневно. Хотя бы в мыслях, но что-то должно двигаться. Это и газеты, это и интернет, это и книги распространять, и читать их. А то с людьми разговариваешь, я не понимаю, а что я с булыжниками пойду на это, у меня родственница говорит. С кем булыжниками? Ну, это по WhatsApp я перестал разговаривать, потому что сложно. Объяснить можно. Я написал учиться, учиться, учиться. Где? Красный университет, где? Пожалуйста. Все есть, все придумано, все опробовано, все теории, они не пустые, не родившиеся только что, им по 150 лет теориям. Они опробованы в практике. Здесь нет ничего того, в чем можно сомневаться, то, что можно оспорить, серьезно как-то оспорить. Жириновский, конечно, может оспорить, что угодно. Но нам с такими чудными людьми, как бы, и спорить не стоит. Если с нами такой кто-то будет спорщик спорить, это нам будет делать честь, что-то на нас кидают в собак таких, глупых, чтобы просто попытаться нас выставить в свете. Но это глупость. Так что, товарищ, я считаю никаких сомнений. Твердо, уверенно нужно идти в нужное направление, куда мы идем, что здесь все озвучивалось. Если у нас есть какие-то здесь позитивные моменты, их нужно осваивать, усиливать, цепляться за них, идти дальше, думать что-то новое. Но нам еще предстоит теоретически, наверное, какие-то разработать моменты борьбы. И опять же таки, к сожалению, пока со своим собственным классом, как до него донести все это, что мы с вами знаем, до тех людей, которые пока еще просто не знают. Так как, когда человек узнает, он становится, это уже убежденный человек. Мы очень сильно отличаемся с вами от верующих людей. Верующий человек, ему что-то кажется или думает, или еще что. Мы же не просто думаем, мы знаем. Потому что мне моя собственная мама говорит, какой-то секретарь, икон понавешивал, говорю, ты же, мама, мама, ты же в советское время воспитывалась в советской школе, ты была, ты же у тебя, когда у человека все абсолютно отбирает, у него нет никакой поддержки ни от государства, ни от чего, ни от производства, ни от администрации, ни от кого. Это его последняя инстанция. Вот ты в этой последней инстанции сидишь, молишься мне, и ты же молишься за нас, ты просишь мне благосостояние. Все молятся за деньги, и за денег, и за здоровье. А здоровье что у нас сейчас? Здоровье это деньги. Любое благосостояние на сегодняшний день опять деньги. Вот такие вот споры со своими собственными родственниками происходят. Ну, к сожалению, опять же таки, все упирается в знания. Так что, товарищи, надо немножко, немножко, потихоньку, как-то по 15 минут в день в обед где-нибудь посмотреть на фонде Рабочей Академии Литературы. Вот эту вот книжку, там, конечно, очень много статистики, она тележулашится, но можно просто таблицы пропустить. Хотя, если уже совсем, ну, я, конечно, не пропускал, любопытствовал, где Канада, где Швеция, всегда там почему-то, Северная Корея. Ну, я знаю, что там самый большой рабочий день, они особо отличаются. Где, Северная Корея? В Южной, Южной, да. Южная. Южная Геония. Для меня Корея – это Корея. Надеюсь, они когда-нибудь тоже объединятся. У них тоже есть над чем работать. Ну, вроде бы, как все. Спасибо за внимание. Так, отчет мандатной комиссии. На заседании РКР сегодня присутствует 25 человек. Из них с решающим голосом 8 человек, с обещательным 9 и 8 приглашенных. Ну, профессии здесь присутствуют самые разные. Это и технолог, и уборщик помещений, и почтальон, электромонтажник, электромонтер, подсобные рабочие, станочники, токари, машинист крана, сварщики, слесарь, сантехник, а также представители нашей науки, адвокаты. И представлены очень большие регионы нашей страны. Это, начиная от Москвы до Санкт-Петербурга, Ленинградская область, Саратовская область, город Энгельс, город Нижний Новгород, Королёв, Саров, Невинномыск, товарищи из Свердловской области приехал из Красноуфимска. И такие предприятия представлены, как завод металлоконструкций, Нижегородский водоканал, Саровская генерирующая компания, Саратовский горэлектротранс, ООО «Мостовик», НПП «Мера», город Королёв, там СМУ-2 и ещё многие другие. Так что наши ряды растут, я считаю. Всё. Уважаемые товарищи, предлагается утвердить отчёт мандатной комиссии. Кто за, прошу. У меня такой вопрос. У меня два товарища, они не имеют решающего голоса. Они рабочие? Потому что они не принесли. Ну да, но они не принесли. Да. Ну, у них совещательный голос. Да? Да, совещательный. Совещательный голос. Выступать, пожалуйста, выступайте. Не стоит. Кто за то, чтобы утвердить отчёт мандатной комиссии, прошу голосовать. Сдержавшихся против? Нет? Да. Спасибо. Продолжаем. Прение по первому вопросу. Кто-то ещё хотел выступить, да? Пожалуйста. Зиона Михаил Иванович, бывший завод измученных людей, ЗИЛ. Мы сейчас пенсионер, наврач, краснофинец, кто-то. А думаешь, смысл всего этого? Которые говорят, всем все это учили всю бессылку, но они такие. Если ты работал, мы помним, как фронтовиков, и разное прочее, давали план, интересно было. Потом люди, другие, смотрят тоже. Ты, а не клубишь ли ты? Вот ты здоровье гробишь, а сынки режут. Вот ты тоже призадумываешься, а стоит ли это? Действительно, для меня люди будут страдать. Но когда Брежневич, он начал уже это, плоховато разговаривать, вот в это время, перед вами это любить, люди-то уже до 6 часов, это рабочий день переходили. Так что, ну, это ничего нет, он это в ногу со временем, то что, ну, поставите начальника, он будет вынужден отчитываться перед этим, а ты тоже и с рабочими, то что они-то жили по-человечески, зарабатывали, отдыхали, то действительно, человек уработается, выберут его президиум даже, он у того работает, а санкат оторвется, сидит президиум, засыпает, больно, он щиплет себя, было что, усталость, и куда ты едешься, вот и приходится, с головой тут уже, как, что, что, ну, а если ты нормальный, и ребята тоже знают на тебя, надеются, ну, бывало, что, проводились соревнования, заводские, ну, если нормальный, у тебя соби, там, мастер отпустит, ты нормальный, я надеюсь, не должен выступить, ничего, придешь, тушенка навернешь, 2 часа ты выспишься, как ладно, гармонешь, ты как это, ты что-то косятишь, если организм, да есть что вспоминать, надо, ты дашь, ну, и вот результат, ну, и в любом деле, вот так вот, помните, бурлыки на Волге, один оттащит, из немогов, выживается, а другой, трубку курит, он думает, а без него тоже никуда, мы должны быть такими, потому что без нас, никуда, вот работаешь ты, ну, работа, конечно, куда-нибудь, тяжелое место поставить, ну, работаешь, работаешь, ну, действительно, мужики, так говорили, ты ведь порвешься, начал заболевать, там проще будет, температура 37,3, больничный, идешь в больничный смело, один заболел, второй заболел, третий заболел, так вы что, сговорили что ли, так вы что хотите-то, ловят арабские, а мы работаем, на совесть работаем, мы рвемся, вот уж начальники, сами вынуждены были, к нам идти, на уступки, ну, это, это, красное, не уставное, конечно, как говорится, не понимали, в наше положение, входили, вы нормы сделали, спасибо, молодцы, дети, можете помыться, разное прочее, мы эти, нормальные мужики, просто человеческо, солидарно, что ты своих начальников поставишь, кто-то уходил, а кто-то, ну, просто отбывал, на месте номер, ну, кто был посмелее, как они выросли, начальниками церкви стали, потому что они умели, что у них не умели работать, за ним люди шли, вот поэтому, ну, вот выступали-то люди-то трезвые, для меня там, у них что-то, абстрактно-аналитическое мышление, они сраны это анализируют, вот и у нас должна быть, Российский комитет рабочих, мозговая атака, то, что мы решили, вы сами примите к своему сведению, потому что, я в них ушел, и другие, ты в других, но это уже пример, достойное подражание, ну, а в целом, конечно, с нами приходится считаться, потому что, ну, газетку, не выложил, то, что, человека продавило, они в схватах пригнали, то есть все, чтобы помочь, а прибежал, директор, вы что тут делаете, и все, как бараны, разбежались, человек гибнет, и вот такая психология, что человек гибнет, а начальник, и против начальника, они тушливые, вот им говорят, мы рабы, а если мы люди, так и должны быть, человека, а эти, они просто черви, извините, пожалуйста, лапшина, Торий Никонорович, являюсь нештатным советником по экономическим вопросам регионального союза Ивановского объединения организации профсоюзов, Вчера на состоявшейся в этом же зале конференции один из докладчиков, один из докладчиков сослался на Антония Грамши, это марксист ленинский, так сказать, последователь Ленина, и мне бы хотелось, значит, не ссылаясь на его одну статью в газете, я итальянский, я итальянский не шприхаю, но во всяком случае, он редактировал одну из газет, значит, статью такую публиковал, профессиональные революционеры, где привел слова Ленина, типа воспоминания о профессиональных революционерах, если вот мы здесь собрались, вроде бы, у нас какие-то революционные чувства должны быть, и мы должны как-то тоже понимать, если мы хотим преобразовать хотя бы на уровне предприятия или там в масштабах даже всей страны, он говорил о том, что революционеры должны быть механизм функционирования государственной машины, я еще раз повторю, это очень важно, механизм функционирования государственной машины, если, значит, у нас сейчас буржуазное государство, мы должны не только представлять механизм функционирования буржуазного государства как такового, которое представляет Российская Федерация, но и те, будем говорить, корпорации, движущие силы, и саму буржуазию, с этой вот сегодня уже трибуны очень много говорили насчет буржуазии, но если вот в каких-то конкретных случаях рассматривать те или иные вопросы, а в частности, шестичасовой рабочий день, здесь вот присутствует, Александр Владимирович, мы проводили, ну, достаточно, наверное, уже давно, круглый стол, поэтому вопрос у нас в Иванове, и присутствовал только один человек, который представлял категорию владельцев заводов, газет и пароходов, значит, человек, который образовал у нас в системе, у нас в области такую систему торгового, кенгуру, достаточно распространенную, и когда мы говорим о буржуазии, мы забываем, что мы в основном общаемся не с буржуазией, мы общаемся не с владельцами заводов, газет и пароходов, мы общаемся с обслугой в лице, если хотите, депутатов Государственной Думы, значит, соответствующих, членов Совета Федерации, правительства, если мы общаемся, и на предприятиях общаемся, не с владельцами, и тогда, значит, с кем же мы общаемся? Мы общаемся, значит, с тем гнилым болотом, который, значит, находится в основном между классами, между буржуазией, между крестьянством, между, значит, рабочим классом. И вот это вот, в свое время был такой термин гнилая интеллигенция. И вот та часть гнилой интеллигенции, которая в свое время, значит, обслуживала в определенной мере интересы рабочего класса. Даже, можно сказать, в большой мере обслуживала интересы рабочего класса. Она, значит, при контрреволюционных преобразованиях в нашей стране вся пошла, в основном, в своей части пошла обслуживать это самое уже буржуазное государство, интересы олигархов и так далее. Мы это должны представить. И еще самое, это еще позорно. И сегодня, значит, это самое тоже, когда товарищ говорил о теории, что в обслугу, значит, ушла наша ученая элита. И даже не та, которая вот только сейчас, так сказать-то, если взять экономику из двухтомника экономист, или как экономикс, значит, выпачковывается, а и по другим направлениям деятельности. И здесь не надо забывать, что буржуазное вот это, будем говорить, строить, что ли, обслуживать очень высокие фигуры научные. Хотите по экономике, хотите, значит, по другим направлениям, которые знают, как бороться, знают, я серьезно говорю, знают, как бороться с марксистской теорией, знают они, как бороться. И мы должны тоже представлять, как с ними бороться. Ну, вот один из примеров могу привести. Вот мы, значит, это самое, в Англии, когда тут один кандидат исторических наук стал фальсифицировать значит, историю, в данном случае, событий, 1905 года, Иванове, и когда он начал говорить, а зачем это, женщины, значит, избирали в Совет 1905 года, а зачем женщины вообще голосовали, на каком основании в Российской империи не было таких законов. И мы вышли и пикетировали, значит, юридический факультет. То есть, бороться надо не только просто заклинаниями, что у нас настолько хорошая теория, насколько хорошо сказал Маркс, или там Фридрих Энгельс, или, значит, даже, если хотите, другие там теоретики, я с этой трибуны как-то приводил слова, значит, Августа Бебеля из работы политической партии и профсоюза, то тоже классические, будем говорить, работы были марксистов 19 веке. Но мы должны сейчас представлять, а каким образом мы будем бороться за тем, чтобы наша идея о шестичасовом рабочем дне находила понимание. Вот сегодня вспоминали Жириновского. Вот вчера я прибыл несколько, наверное, раньше, до двух часов, и по телевизору показывали, как Жириновский вроде сюда не приезжал, он поездом ездит, я в поезд, и в частности, вот в Нижнем Новгороде. И смотрите, какую вещь. Вот он говорит о правах молодежи. Его, значит, там здешний, будем говорить, депутат Государственной Думы говорит о правах молодежи, что молодежи, извините, значит, негде работать. Я с этой трибуны уже говорил о том, что один из оснований на счет шестичасового рабочего дня установили, это нужно высвобождать рабочие места для молодежи. Будь то, значит, это самое на предприятии, будь то, это значит в, пусть даже, не знаю там, пусть даже в государственных учреждениях, пусть где угодно, потому что так относиться к молодежи, как сейчас относится наше государство, буржуазное, как мы уже сегодня неотекратно об этом говорим, это вообще преступно, преступно перед нашим будущим, перед будущим нашей страны. И, конечно, перед будущим рабочего класса нашей страны. Говорить, конечно, можно много. Я том, а в том, и в сятом, в десятом. Только хочу, что сказать. Я, во-первых, еще должен выразить благодарность руководству Российского университета рабочих за приглашение на сегодняшнее заседание. Но я бы хотел еще кое-что сказать. Если мы говорим о вере, если мы говорим о вере, мы должны представлять, отчего это мы говорим о вере. Значит, вот у меня есть вера в светлое будущее человечества. И мне, значит, я могу спорить с христианами, могу, значит, с мусульманами, могу спорить. И могу сказать, что насчет вот женщин, которые, значит, в веру обращаются. В свое время в городе Харькове где-то в 20-м или 21-м, ну, немножко, может, я с годами ошибаюсь, была издана работа одного французского ученого, который рассматривал веру женщин, в данном случае в частности, в аспекте Великой Французской Революции. Вы помните, что какие процессы проходили с верой перед Великой Французской Революцией? И там он привел некоторые слова, что это самое, вот эти священнослужители всегда будут, извините, хлеб с маслом иметь до тех пор, пока женщины будут ходить в чапцах. То есть, он тогда еще понимал, что работа с женщинами в режиме антирелигиозной это не то, что значит сказать, а вот моя мать верит. Это надо по этому вопросу тоже долго думать, если этот вопрос представляет серьезный интерес, то давайте мы эту штуку, так сказать-то, и подумаем. Но я хочу сказать, что существует даже в этом направлении некоторые понятия христианского социализма. И не надо думать, что все верующие, все верующие, значит, как его, только и думают, как бы работать по 12 часов, значит, это, в смену. Они должны тоже немножко представлять, что забота в данном случае, ну вот, меня, как атеиста, в этом отношении касается, что тоже, значит, нужно поддерживать идею работы не более 6 часов рабочий день. Еще одна тема, которая здесь затрагивалась, это работа там вахтовым методом, значит, вот отец у меня был с железнодорожником, он работал по 12 часов. 12 часов я еще, значит, когда ходил в детский сад, носил я ему, обедок там не было, носил я ему, значит, это мать посылала меня, это, его, ну, что-то там перекусить, что ли. То есть, вот эта система, 12-часовой рабочий день или двое, там, сутки работают, это, все это можно высчитать. То есть, или, например, взять, значит, педагогов, это все можно высчитать. Если мы берем, к примеру, 6-часовой рабочий день за базу, то мы можем высчитать в режиме, там, примерно, месяца, в режиме квартера, в режиме полугода, в режиме года, сколько должно быть, и, значит, и какие будут переработки в режиме, там, сверхурочных, правильно я уже, сверхурочных работ, и какие нужно выдвигать в данном случае требования для того, чтобы, значит, была соответствующая компенсация в режиме дополнительной заработной платы. Прошу, так, сейчас, сейчас. Спасибо за внимание. Все желающие высказали? Нет? Пожалуйста. Горохова Ксения Викторовна, уборщик производственных служебных помещений города Энгельс. Борьба за шестичасовой рабочий день обсуждается уже неоднократно, и это, конечно, нужно повторять. В первую очередь, хочу привести пример, что у нас существует сейчас, да, действительно базовое законодательство, восьмичасовой рабочий день, и отсюда идут расчеты заработных вклад. Есть еще, сохранились предприятия, в основном государственные, это почта, например, какие-то библиотеки, учебные заведения, у которых восьмичасовой рабочий день, то есть это норма, с положенным количеством праздников и выходных, и так далее. Но у них проходит оптимизация, то есть у них несколько другая ситуация, убирают как бы лишних сотрудников, и один человек выполняет норму за несколько, без увеличения, а, ну, с большим увеличением заработной платы, или с сохранением, но тем не менее. Так, борьба за шестичасовой рабочий день показала бы им, что нужно бороться за набор новых сотрудников. То есть хотелось бы затронуть вопрос, что, наверное, в договорах, это, конечно, будет касаться следующего вопроса, наверное, нужно указывать, что как бы сохранять количество людей и набирать новых, чтобы стимулировало, чтобы работодатель, приняв шестичасовой рабочий день, не выкидывал сотрудников и не заставлял еще больше перерабатывать людей, потому что получится, что, да, работаем шесть часов, вроде бы как получаем доплату, но работаем опять за пятерых. Чем заняться в освободившееся время? Конечно, кто-то говорил, что прогулки – это не важно, что нужно учиться, безусловно, нужно учиться, управлять государством, нужно учиться повышать свою квалификацию, но прогулка и по парку не дают ничего плохого. Наоборот, здоровый образ жизни, дышим свежим воздухом, прогуливаемся с детьми, с собачками, общаемся между собой, опять же, делимся опытом, эмоциями. Лишние два часа позволит вам заняться, конечно, и семьей, заняться любимым делом. Многие, я, например, знаю людей, многих, которые после работы участвуют в кружках, то есть не только боксеры в каких-то кружках пении, рисовании и так далее. То есть это заняться, поможет заняться любимым делом. Кто-то дома этим занимается, шьет, вяжет, вышивает, лепит. Конечно, два часа в день даст им больше возможности реализовать себя. Это все равно развитие. Это развитие человека. А дальше, может, эти люди и придут к тому, что нужно заниматься и политикой. Так или иначе. Разговоры в курилке, конечно, мы осуждающе говорим, что да, вот вы в курилке разговариваете, а в ней курилке не разговариваете. Но разговоры в курилке, поскольку, как обычно, на производствах, на любых предприятиях нет больше места, где могут люди встретиться, это курилка и столовая. Конечно же, нужно продолжать эти разговоры, продолжать возмущаться, то есть доносить информацию. Кто как умеет, так и доносит. У нас у всех разные навыки общения, разные навыки по дате информации. Это зависит от многих факторов, от образования, образа жизни. Но, тем не менее, я так думаю, курилке и столовой не надо вычеркивать из внимания. Что касается профсоюзов, да, профсоюзы надо толкать, потому что многие профсоюзы дошли до того, что не только не помогают рабочим бороться за свои права, но и какие-то последние функции, оставшиеся со времен СССР, не выполняют. Например, те же путевки. То есть почему, то есть тут была затронута Турция, Египет, простите, наши, не мои родители, точнее, мои бабушки и дедушки, моих родителей уже нет. А бабушки и дедушки, они достаточно много путешествовали, как говорится, за границу, то есть в рабочие командировки, то есть были какие-то путевки на отдыхе, на моря. Сейчас такого нет. То есть люди даже получают отпуск этот разбитый, двухнедельный, и у них нет ни возможности никуда выехать своей, и профсоюз не отсылает их на вот тот же санаторно-курортное лечение, а многие специальности, как вы знаете, требуют этого лечения, профилактического. То есть хотя бы, объяснить хотя бы, чтобы на этом уровне надо бороться, и что шестичасовой рабочий день, конечно, влияет на здоровье, что здоровье улучшается. Что касается веры, а почему именно женщины? Вот я тут, так получилось, что у нас церковь находится в центре города, могу уверить, что многое мужчин. Я так думаю, что выступающий предыдущий хотел сказать, что люди не знают, не знают, как получить помощь. Понимаете, бесплатных каких-то кружков, что для взрослых, что для детей, достаточно мало. Достаточно мало тех энтузиастов, которые это занимаются, они могут позволить себе в свободное время заниматься этим, свои финансовые возможности заниматься этим. А церковь, как неудивительно сейчас, то есть это я на личном примере, то есть я столкнулась с тем, что музыкальные школы, кружки для детей, они платные, и не все могут себе их позволить. А вот, кстати, в церкви воскресной школы те же самые пение, рисование, танцы, обучение ландшафтному дизайну, еще каким-то профессиям, оно бесплатное. Приходи, учи молитвы, отучись определенное количество лет, и ты получишь сертификат, с которым можешь дальше работать. Почему еще многие церковь увидят, там все-таки существуют профессии, у них есть свой институт. И это, кстати, сейчас достаточно оплачиваемая профессия, почему идут в юристы, в экономисты, потому что люди хотят, чтобы дети получили образование, и потом, простите, не горбатились по 12 часов на заводе, не за понятно какие деньги, а чтобы дети жили лучше. Так стоит, наверное, объяснить нам, что не все, золушек-то не везде, вернее, золушек-то много, принципов мало, что и, конечно, все юристы, не все будут успешными, экономисты тоже не получат достаточно заработную плату. Так или иначе, что от разных обстоятельств может так случиться, что ваш будущий ребенок, не знаю, ваша сестра, брат попадет на предприятие, и не имея какой-то профессии, скорее всего, то есть специальности предназначены для этого предприятия, им придется заниматься какой-то не очень квалифицированной работой, по крайней мере, первое время, что поэтому нужно бороться. А если на предприятии будет 12 часов, то есть от того, что человек отучился юрист, ему это не поможет в будущем. Ну, в принципе, все, что я хотела сказать по основным вопросам, по выступающим. Еще раз повторю, конечно, бороться надо, надо объяснять. Да, мы должны не просто говорить, что-то делать надо, должны вырабатывать какую-то стратегию. Это один из них коллективный договор, это у нас будет в следующем пункте вопросов, будут докладчики, я думаю, мы это обсудим по-пододругому. Спасибо. Спасибо. Можно реплику по этому вопросу? Можно? С места, да? Да, реплику с места. Да, ну понимаете, вот только что уже было сказано о том, что в церкви есть возможность получать все эти возможности, которые вообще нужны для жизни, но они идеологически настолько противоположны тому, что требуется, ну, как говорится, в хорошем смысле здесь собравшимся, да, я понимаю, что это просто, так сказать, опасно, это будут, так сказать, люди, как правило, это будут люди клирикально заряженные, которые будут, ну, в общем-то, убеждения всех, всех здесь собравшихся, как правило, для них 360 градусов, то есть, прям радиоположные, поэтому, как говорится, тут можно, конечно, сказать, что это место платного кружка в доме юных, так сказать, место в доме юных, так сказать, это что-то, что лучше бесплатное, лучше бесплатное, пение молитв, это самое, в церкви, в которых Гундяев и вообще Москва всеми перенабито, так сказать, и тут уже все воют на разные класса, ну, нормальные люди, и даже не столь уже отрицать тебя, относящиеся, то есть, даже к церквям, что же говорить о любви, нищих партизах Ленинской первоздуши, просто реплика по этому вопросу, ну, тут, наверное, нельзя так говорить, что это вот, можно... Я не сказала, что это хорошо, я объяснила, почему вы не туда идите. Ну, да, нет, мы это видим, конечно, к сожалению, каждый день сталкиваемся, когда уже люди, уже вырастают поколение, людей, так сказать, вместо того, чтобы... Понятно, нормально, что и оркестр, они, значит, шли в церкви, и чем это кончилось, и понятно. Александр Владимирович, просим вас зачитать проект постановления по первому вопросу. В эволюционной комиссии отмечают, что прошло очень оживленное обсуждение, да, вот эти проблемы, очень интересное выступление, которое говорит о том, что члены РКР вникают в эту тему, что у них есть хорошие аргументы, что они смогут довести, вот они здесь продемонстрировали, демонстрировали идею необходимости сокращения рабочего дня до своих товарищей. Ну вот, тем самым будет достигнут успех во всей нашей работе. Итак, значит, проект постановления Российского комитета рабочих, борьба за шестичасовой рабочий день. Российский комитет рабочих отмечает, что переход к шестичасовому рабочему дню становится все насущней. Уже имеется опыт работы по шести часов на многих шведских предприятиях. Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин прогнозирует сокращение рабочего дня в нашей стране до шести часов и менее при одновременном повышении зарплаты. Осуществление перехода к шестичасовому рабочему дню с повышением зарплаты требует активной борьбы работников, организованных в профсоюзах. Без такой борьбы наниматели удлиняют рабочий день в целях уменьшения зарплаты в расчете на час труда, сокращают численность работников при росте трудовой нагрузки на оставшихся, увеличивая прибыль за счет этих антирабочих мер, а не за счет научно-технического прогресса. Перспективы научно-технического прогресса роботизацию, информатизацию и т.д. наниматели связывают с массовыми увольнениями работников, а не с использованием экономии труда для сокращения рабочего дня занятых без понижения зарплаты. Борясь за переход к шестичасовому рабочему дню с повышением зарплаты, рабочий класс нейтрализует стремление капиталистов увеличивать прибыль без осуществления научно-технического прогресса, обеспечивает использование результатов НТП для улучшения своего положения и положения всех наемных работников. Добиваясь роста свободного времени, рабочий класс может активно бороться не только за текущие, но и коренные интересы, связанные с освобождением от эксплуатации и обеспечением полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. Российский комитет рабочих рекомендует всем рабочим профсоюзным организациям сделать требование перехода к шестичасовому рабочему дню с повышением зарплаты центральным в своей борьбе за права и интересы работников. Данные требования необходимо выставлять на коллективных переговорах и в коллективных трудовых спорах включать в проекты коллективных договоров. Предлагается данный проект-постановление принять за основу. Кто за? Против? Выздержавшиеся? Принято. Продолжение следует...